ладно повторим у нас есть еще время у нас есть еще на пару вылета время так сейчас мы что-то здесь подзависла все так шторочку закрыли кабинку подсели вариометр 0 вводим обороте ки так ну и блин здесь конечно сразу вот видно да что чуть-чуть и доволен это на один наверно метр не 1 до 2 метра два метра это очень критично конечно ладно попробуем попробуем прошлый раз сводила влево сейчас сразу же попытался спорировать но это не очень удачно все равно куда-то меня увело вроде счастливы бирби бегу как бы прямо до держи 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 уголок держи 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 уголок и уходи с направления закрыл очки пошли о за шасси держи направление закрыл очки вороты 100 направление пошли на первый скорость я проморгал чё может получиться узковатым круг сориентируемся на втором развороте для тех кто только подсоединяется я напомню что у нас сегодня полет под шторкой от взлета до посадки ну как полет попытка полета взлететь еще более-менее получается вот посадить конечно без видимости без вида полосы но не предоставляется пока возможным системы инструментальной посадки я пока не использую захожу чисто по приборам нпп и арк то есть автоматическим есть ничего не считаются направление углы и глиссады и так далее но как по мне то практически нереально посадить потому что ну ты не видишь полосу ты не видишь высоту да на которую необходимо выровнять выдержать и притереть но но как минимум на колеса конечно можно можно на колеса притереть уронить так скажем 6 с половиной дальность попробуем 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 а 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 сам себе придумал проблему да пытаюсь то есть и решить но как я уже говорил да придется наверное больше ориентироваться по радио высотомерам хотя возможно здесь даже точнее будет параметрический высотомер потому что радио больно уж быстро уменьшается высота на нем и но так себе цена деления так 13 подходит 14 вернее подходит транс прошли 14 подходит через три километра будем совершать второй разворот перепады работы двигателя так и слышны это бетка никто этого конечно не устраняет я думаю и собирается подходит семнадцать километров давайте чуть протянем подальше то прошлый раз малость не хватило времени на выход створ поправку неточности выхода ствол так скажем где-то двадцать пятнадцать градусов буду держать кренчик так и Продолжение следует... Так, подходит 315, наверное, все-таки продолжим. 300, 300, почти что догоняет. Просто задача. В идеале бы, конечно, выйти идеально в створ, и дальше тупо пытаться сохранить этот выход. Но... Так-то это просто. 300, 300, видите, отстает чуть-чуть. Просто задача. Так, 310, 310. Все пошло, двадцаточку ставим. 10, 10. 0 подходит. Убираем, 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 крен. Все равно чуть-чуть быстрее надо выбирать кренчик. Так, как мне кажется. 15. 15. перейдем в режим режим снижения ушел по направлению так вот это так нос ты за свой опускаешь гадина так подходит 200 выравниваю горизонт жду пролета дальнего я чуть-чуть левее сейчас иду судя по всему полосы оп 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 прошли маркер стал на усадочный снижаемся да ёп снижаемся иду на ближний по рк 0 200 очень высоко плюс 100 где-то прохожу плюс не минус ощущением попадаем створ до курсозадатчики все переключились на курсозадатчик курсозадатчик должен быть в нуле 150 прибирая оборотики гашу скорость 100 ой сильно гашу скорость 50 40 20 начинаем выравнивать ооо детка ребятки это сделали тормози тормози белочка 120 100 90 60 ха-ха-ха хорош смотрите почти по центру стоим офигеть на перелёт конечно огроменный но давайте посмотрим трек аууууууууууууууууууууууууууулой Ёв, у меня аж сердечко бьется прям так. Редактор. О, просмотр. Ну, трек я сейчас запишу с вашего позволения, без перемотки. Просто с внешнего вида можно же, наверное, правильно, да? То есть у меня запись с внутреннего есть вида. Давайте сделаем сейчас с внешнего вида. Как это было с внешнего вида? Ну, это на самом деле классно. Это на самом деле волнительно. Так притереть, конечно, получилось. Даже стоечки не подломили, не обломали. Единственное, что я потом гляну, наверное, это перегрузочку, с которой мы притерли. На какую оценочку это получается? Так, почему мы стоим? Поехали. Да, если обратить внимание, то шторка у нас закрыта. Вот так я, наверное, поставлю, чтобы видно было, что шторка... Ну, хотя, что здесь доказывать? Это все... Это все было в прямом эфире, да? Вот меня чуть-чуть я передавил педальку. Думал, что меня опять потянет вправо... Влево дал правую педальку. Ну, выровнялись, выровнялись. В принципе, в пределах нормы. Оп. Да, даже второй раз не коснулись. Отошли достаточно плавно. Шасси пошли. Нет? Да, шасси пошли. По направлению. Ну, да, видно было, что меня понемножечку, понемножечку сносило в сторону. Ну, вовремя потом выровнялся. Вот, да, то есть в этот момент где-то я встал на курс 40, да? Нет? 39. Ну, да, встал на посадочный, а назад вернулся. И, соответственно, ну, немножечко в стороне получился набор. Ну, это все ерунда по сравнению с тем, что мне удалось его все-таки посадить. Со скоростью, по-моему, тоже я здесь перегнул. Со скоростью набора это, конечно, нельзя допускать. Так будет красиво. На посадке пользовался чем? Пользовался радиовысотомером, барометрическим высотомером и вариометром. Да, ну, то есть когда я понимал, что я уже подхожу к высоте выравнивания, к высоте выдерживания, я старался вариометр держать в нуле. Подвел к земле, вариометр в ноль, обороты в ноль и дальше продолжаешь держать вариометр в нуле. То есть, ну, ты понимаешь, что самолет просаживается, ручечку понемножечку, понемножечку поддергиваешь. Не исключаю, что посадили мы на три точки. Ну, хотя нет, по-моему, мы прокатились на двух перед тем, как он начал оттормаживаться. А тормозить, соответственно, он может только тогда, когда у него обжата передняя стойка. Когда передняя стойка не обжата, то есть, самолет на передней ноге не стоит, тормоза, ну, как сказать, в штатном режиме не работают. В аварийном надо уточнить. Не хочу врать, не буду, как бы, разглагольствовать, да, но штатные тормоза начинают отрабатывать только тогда, когда передняя стойка опущена. Ну, повезло, да, повезло с тем, что практически сразу, практически точно мы вышли в створ. Немножечко была там небольшая корректировочка над дальним. Немножечко, ну, своевременно угадал, да, что я шел немножечко левее. Довернул на на корректировку, так скажем, да, своевременно произвел доворот на посадочный, на ближний, вернее, до ближнего, когда мы шли еще привода. Ну, а дальше уже дело чисто техники везения. Давайте вот этот момент, я надеюсь, никто не будет против. Немножечко перемотаем, хотя не надо. Надо было его сначала сохранить, наверное, трек. Да, ерунда все это. Не надо. Немножечко. Здесь все было запечатлено уже в прямом эфире, поэтому, что здесь, здесь уже не поверить, наверное, будет невозможно. Как вариант, еще можно показать, что я нахожусь я оффлайн, да, когда нажимаешь escape в онлайне. Игра не останавливается, здесь она останавливается. Взять управлять... А, все. Мы хотели замутить, как... Кстати... Нет, не получится. Блин. Мы хотели сделать в онлайне полет пары. Да? полет 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 этой пары записать трек. Дальше для того, чтобы для тренировки, потом, для своей тренировки садиться в самолет ведомого. Ну, от ведомого записать трек. Садиться в этот самолет, брать на себя управление и лететь уже получается за ботом, да, ни от кого не завися, в оффлайне спокойно. Но в процессе раньше бы можно было в процессе просмотра трека взять управление. Но сейчас я смотрю, что в оффлайне тоже можно взять на себя управление, но в онлайне такого нельзя, к сожалению. Ну, хотя, да, наверное, поэтому и нельзя, потому что треки... Хотя, какая разница? Бывает же такое, что ты в реале летишь так же, как и летел, ну, а на треке ты там, грубо говоря, воткнулся в землю после каких-то там маневров. так, ну что, когда там уже будет 17 километров? Ну, казалось бы, да, высоты, смотрите, сколько еще высоты. Чего бы нам не летать на 600, двумя на 180? Нет, что-то придумали, какие-то 900. Зачем? и... не летел. как и летел. И да, И да, как и летел. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, вот он момент, да, когда я понимаю, что мы не попадаем в створ. Уменьшил немножечко кренчик. Где крен? Крен мин, да, вот двадцатка. А, двадцатка опять. Ну вот я и встал левее, да, полосы. Встал на курс 40. Так, левее полосы у меня получается, да? Понимая это, я встаю на курс 0. Давайте мы даже посмотрим. Я встаю на курс 0. Эй, давай вставай на курс 0. Офига я не встаю. Опять я все прощелкиваю. Смотрите, насколько левее я шел. Интересно, он сейчас вообще посадит его на треке или нет? Вот я заметил, что я все-таки прошляпил все на свете. Взял двойную поправочку. Жду пока курс, курсозадачек и курс станут на одинаковые значения. Оказалось, что встали, встаю на курс 0 опять. Понимаю, что они нифига не в одном значении. Пытаюсь сейчас опять довернуть, насколько я помню, правее. Ну, непросто, я бы сказал, даже тяжело. Балуешься. Да, вайпер, здорово. Посадил, я посадил. Сейчас уже смотрю трек. Можно в видеозаписях там глянуть. Ну, в видеозаписи. Посмотрите, кучу трансляций, потому что твич чисто здесь же, в этом же плеере, не позволяет отмотать. Ну, вот здесь я уже встаю на кур 0, даже чуть-чуть правее его, да, влево отвожу кур. Думаю, как только стрелка начнет движение, буду доворачивать на посадочный курс. То есть она, когда попадает в воронку, так скажем, этого, в воронку маяка. А, ну, вот в этом моменте я уже перебрал. Видишь, значит, не всегда так, как я думал. Здесь он уже где-то начинает, а вот закрылки я выпустил. Попадает в воронку, начинает стрелка отклоняться. Вот здесь, в этот момент я должен уже доворачивать. Вот, я начинаю доворачивать, да. Доворачиваю опять на кур 0, потому что здесь вариантов нет. После дальнего там уже всегда нужно лететь на привод. Вариантов других не бывает. Как только, если разница между, ну, ты кур держишь 0, а курсозадатчик плюс-минус там 3-5 градусов, ни хера страшного, как только привод пролетаешь, сразу же доворачиваешься, все норм. Здесь у меня даже, по-моему, вышли обе стрелки в 0, потому что, когда мы пролетели привод, я глянул на курсозадатчик, он был также в 0, да. Вот, смотрите, на высоте 180 мы проходим ближний. Но это нас не пугает, я же понимаю, что я все еще под шторкой. Ну и давайте глядеть, как это было дальше. О, мы почти убились, оказывается. Смотрите, прям на краешек, прям на краешек подводим. Перелет офигенно здоровый, с этим никто не спорит. Очень криво. И вот оно. Выравнивание даже получилось. И прям в краешек. Классно. Но перелет, конечно, супер офигенный. Метров, наверное, 900. Но все сложилось именно, так скажем... Как так назвать? Ну хорошо все сложилось, короче. Ну хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует...